Министерские проверки продолжаются в Евпатории. Представители инспекции по жилищному надзору и Министерство транспорта Республики Крым проверили сегодня 27 домов. Сусана Садыкова расскажет подробнее. Утро на улице 9 мая началось с громких разговоров. С жителями Евпатории общается заместитель начальника инспекции по жилищному надзору Дмитрий Разумовский. Пойти куда-то отдохнуть, в ресторан, в тот же театр, сходить после театра, приехать не на чем. Такси практически тоже не достанешь. А что такое, до 8 часов работает транспорт. Валентина Туманова живет в Евпатории больше 10 лет. Рассказывает, проблемы у евпаторийцев не только с транспортом. В местной поликлинике не хватает узких специалистов. Нельзя ни МРТ сделать, ни УЗИ нормально. Только в платных поликлиниках. Талоны нигде не возьмешь. Если хочешь пролечиться, значит надо либо в платную, либо где-то в санаториях договариваться. Отсутствие дворового освещения, остановок, пешеходных переходов, а также неудовлетворительное состояние детских площадок. Проблемы улицы 9 мая. Кроме того, в районе много бездомных собак. У нас маленькие дети. Просто боимся за детей, когда не по вкусу стали. Были прецеденты, когда нападали собаки на инвалидов. Поэтому мы все переживаем за наших детей. Злободневная тема для обсуждений дороги. Основная проблема, которая волнует жителей, это дороги, которые во время дожди превращаются вот в такие лужи. Людям приходится обходить пешеходный переход по проезжей части. Дмитрий Разумовский осмотрел подвалы и дворы многоэтажек. По вопросам благоустройства, естественно, передадим вопросы граждан в администрацию городскую. Потому что в основном это касается их полномочий. Есть вопросы, которые граждане выносят и требуют они республиканского финансирования. Соответственно, да, это все будет передано у нас в совет министров уже. И там дальше будут решаться вопросы о возможности финансирования каких-то мероприятий. На улице Некрасова жители домов сами следят за порядком в подъездах. Ремонт тоже сделали своими силами в прошлом году. Сейчас мы повесим шторки. У нас отопление идет. Мы постарались его сохранить. Подъезд очень теплый. Попробуйте трубы. Единственное, что беспокоит – текущие крыши и отсутствие горячей воды. Проблемами делятся с РИО министра транспорта. Вопросы евпаторийцев берутся на заметку. Далее по плану – изучение профильных объектов городских дорог. В том числе и осмотр остановочных пунктов на предмет наличия павильонов, урн для мусора, заездных карманов, площадок для ожидания граждан, соответствующих знаков. Ну и, конечно же, расписание движения общественного транспорта на данных остановках. Всего в Евпатории чиновникам нужно обойти 611 многоквартирных домов. Итоги подведут 2 февраля на выездном заседании Совета министров под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. Сусанна Садыкова, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет, Евпатория. 448 пациентов выздоровели за сутки в республике. Новых случаев заражения ковидом – 469. За весь период коронавирус подтвердили у более 132 тысяч человек. Количество выздоровевших – свыше 122 тысяч. За сутки скончались 8 человек, за весь период – 4702. В Крыму действует масочный режим, продолжается иммунизация населения. В Крымском этнографическом музее состоялась презентация выставки «Орнек», посвященной памяти Идея Шаменовой. Свои работы представили более 50 мастеров декоративно-прикладного искусства со всего Крыма. Подробности в нашем сюжете. Декоративно-прикладное искусство – неотъемлемая часть народного творчества. На протяжении многих веков люди стремились сохранить это ремесло. Идея Шаменова сумела не только сохранить, но и передать другим секреты своего мастерства. Выставка организована Крымским этнографическим музеем совместно с региональным центром народных ремесел «Орнек» при поддержке Министерства культуры Республики Крым. Проходит в рамках Года культурного наследия народов России. Выставка посвящена памяти нашего руководителя, который организовал Народное творческое объединение «Орнек». И выставка поэтому называется «Орнек». Здесь присутствуют 53 мастера, которые собрала воедино Идея Усиновна. Творческое объединение «Орнек» было организовано в 1999 году заслуженным работником культуры Республики Крым Идея Шаменовой. Его участники – люди разного возраста и профессий. Их объединяет любовь к народным ремеслам. Многие из этих мастеров, более 150 человек, объединены в творческое объединение «Орнек». Это творческое объединение, наверное, одно из первых в нашей Республике Крым, которое было открыто в середине 90-х годов на базе Дома культуры села Тепловка Симферского района. И инициатором этого объединения была заслуженная работник культуры Республики Крым Шаменова Идея Усиновна. Главной задачей творческого коллектива было возрождение и сохранение традиций народов Крыма, зародившихся много веков назад. Мне больше всего понравились витражные росписи на стеклах. Работы чудесные. Особенно так как я занимаюсь керамикой, я обращала внимание именно на керамические изделия. Ну, мне просто слов нет. Можете сами полюбоваться. Выставка будет работать в Крымском этнографическом музее до 4 марта. Медине Аметова, Алиса Мединов, Алим Абдулхаиров, телеканал Миллет. В Симферополе приступили к демонтажу новогодних декораций. На это потребуется от 7 до 10 дней. Праздничная иллюминация обошлась бюджету города в 25 миллионов рублей. Она вернется на улицы Симферополя перед следующим, 2023 годом. Все инсталляции хранятся на складе предприятия «Горсвет». В специально отведенном помещении должно быть сухо, имеется вентиляция. Всего в Симферополе 4 таких склада. Безусловно, производится профилактика перед установкой всех украшений и после их разборки перед складированием, упаковкой складированием. По профилактике выявляются дефекты, которые появились или имелись. И к следующему периоду установки планируется устранение данных дефектов, ремонт конструкции. В следующий раз город украсят весной, чтобы порадовать прекрасную половину Симферополя. Турнир по волейболу, приуроченный ко дню российского студенчества, прошел в Симферополе. В составе команд учащиеся всех курсов и факультетов КИПУ имени Февзи Якубова. Организатор состязания – студенческий спортивный клуб вуза «Феникс». Несмотря на внутривузовский статус соревнований на колборьбы, на этой небольшой спортивной площадке не меньше, чем на профессиональных состязаниях. В команде студента 4-го курса Руслана Гасанова, его университетские друзья. Волейболом начал заниматься еще в школе. Дальше университет, полное погружение в учебу. В общем, не до игр. Сегодняшний турнир для Руслана – своего рода возвращение в беззаботные школьные годы. Я уже получил кучу эмоций. Это, во-первых, в результате того, что я играю с своими друзьями. А во-вторых, это просто некая ностальгия со школы. Спортивный клуб «Феникс» основали совсем недавно. Он дает возможность студентам приобщиться к активному образу жизни. Каждый из участников может проявить свои таланты в том виде спорта, который ему по душе. Перед соревнованием провели голосование. В итоге решили провести состязание по волейболу. На данном турнире участвуют 10 команд. 10 команд – смешанные команды. И мальчики, и девочки. Обязательно правило на турнире. Минимум две девочки на поле во время игры находятся. Турнир по волейболу среди студенческих команд спортивный клуб «Феникс» проводят впервые. Хотелось бы, чтобы организаторы сделали этот турнир традиционным. Потому что, ну, это, во-первых, развитие молодежи. Они как-никак подвигают молодежь на здоровый образ жизни. Да и в целом это просто хорошо провести время. По итогам турнира с незначительным преимуществом победила команда «Кипушные хищники». Она и получила заветный кубок. Проигравшие команды не расстраиваются. Главное не победа – участие. Хотелось бы, чтобы это происходило больше, чаще. Мы поиграли, да, совершенно недолго, но эмоции получили просто колоссальные. Это не передать словами.